О чем сегодня хотелось бы поговорить и что хотелось бы обсудить? Хотелось бы обсудить, на самом деле, каким образом информационная безопасность становится не просто отдельным элементом, а становится уже неотъемлемой частью цифровой трансформации. Я когда готовила материалы, я вам честно скажу, я несколько раз меняла заглавие своего выступления. У меня было три варианта, вот я остановилась на этом и объясню почему. Потому что первый вариант был назван очень просто, цифровая трансформация в финансовой сфере. И мне казалось, что в принципе в этой теме можно осветить разные аспекты. Второй вариант был основные направления развития финансовых технологий. Но действительно мы много о них говорили и сами финансовые технологии с точки зрения информационной безопасности не могут внедряться, если мы не понимаем, как туда встраивать элементы киберустойчивости. И в конечном итоге я сама пришла к выводу, что нужно назвать выступление именно информационная безопасность и цифровая трансформация именно в таком порядке. Потому что при тех изменениях, которые мы видим с вами на рынке технологий, при тех новых проектах, при создании экосистем, то, что сейчас в первую очередь волнует потребители, инвесторы, клиента, это насколько безопасны эти технологии будут для нас с вами. Буквально несколько цифр. Это вот свежие цифры, которые мы посмотрели применительно к нашей с вами сфере, к теме обсуждения. В 2,3 раза в 2017 году увеличилось число инцидентов информационной безопасности. Два года назад, Артем Михайлович, я думаю, тоже помнит эту цифру, эта цифра была где-то в 1,6 раза. Ну, практически в 2 раза около того действительно возросло число кибератак. И мы с вами видим по системам мониторинга, по отчетам, что мошенники развиваются вместе с технологиями, иногда даже быстрее придумывают такие способы фрода, которые раньше нам и не приходили в голову. 93 миллиарда долларов мировые расходы на обеспечение информационной безопасности коммерческих организаций. Это общая цифра, это банки и не банки. Но при этом действительно все отрасли стали понимать, что нужно много вкладывать в эту область. 58 кредитных организаций уже начали инвестирование в технологии для снижения киберрисков. Действительно, финансовая отрасль является драйвером развития финансовых технологий. То, что вы видите, в основном те, кто создают новые экосистемы, новые платформы находятся либо в области финансовых организаций, либо в области телекома, либо в области электронной коммерции. Часто объединяются компании в так называемые партнерства или экосистемы, когда могут в режиме одного окна представлять разные услуги. И финансовая организация, понимая, что они отвечают за клиента, действительно создают отдельные программы создания киберустойчивых инструментов для защиты данных своих клиентов. При этом 40% организаций не имеют пока стратегии информационной безопасности. Цифра не касается банков, цифра вообще. В банковской сфере это другая цифра, она меньше 40%, то есть более 60% как раз кредитных организаций, порядка где-то 70-75, имеют стратегию информационной безопасности, очень детальную проработанную. Порядка 35% кредитных организаций, то, что мы видим, имеют ее на верхнем таком уровне, но при этом предполагают ее детализировать. С точки зрения организаций в целом других, пока уровень проработки своих стратегий по информационной безопасности достаточно низкий, оставляет желать лучшего. 48 российских организаций при этом также понимают, что нужно увеличивать расходы и уже начали это делать. И 60% финансовых организаций будут инвестировать к 2020 году в инструменты защиты информации, гораздо больше средств, чем сегодня они предполагают. В принципе, почему это происходит? Вот такой интересный слайд, коллеги, он на самом деле удивил даже нас, я вам честно скажу, потому что два года назад, когда мы смотрели цифры, приоритетные направления деятельности банков были в другом порядке. И первое приоритетное направление – это было развитие цифровых технологий. Кибербезопасность стояла на четвертом месте. На четвертом месте. По итогам оценки и опроса в 2018 году банки поставили кибербезопасность и защиту данных на первое место. Безусловно, это говорит о том, что не только банки, но и мы как регулятор должны понимать, как мы будем способствовать выстраиванию системы киберзащиты на национальном уровне, и каким образом нам выстроить отношения с участниками финрынка. Мы действительно мегарегулятор, это не только банки, это еще не кредитные финансовые организации, чтобы иметь систему не только мониторинга, но чтобы еще иметь систему быстрого реагирования на возникающие угрозы. Я знаю, что был анонс сделан, и действительно мы приняли решение о выделении информационной безопасности в отдельный департамент. Это в том числе связано и с пониманием, где мы находимся сейчас по запросу от рынка, как мы должны развиваться в этой области. Вторая причина, что мы сами, как Банк России, внедряя новые решения или создавая у себя новые эти платформы, хотим встраивать элементы кибербезопасности уже на стадии проектирования. Цифровая трансформация занимает только второе место. В принципе, разница небольшая, 4%. Но действительно, уклон в защиту данных преобладает не только в этом году. Я думаю, что он будет преобладать в ближайшие 5-7 лет, пока мы не выстроим абсолютно понятную и прозрачную систему, которая гарантирует нам максимально, не 100%, это нереально, но максимальную защиту потребителя, клиента и, в принципе, наших национальных интересов. Еще один интересный тренд, который тоже впервые появился в 2018 году, развитие кадров и поиск талантов, вышли на третье место. Два года назад это была седьмая позиция. Не так много компаний и банков понимали, что действительно нам нужно не только искать людей, находить их, нам нужно их развивать, в их обучение нужно вкладываться. Это новый профайл. Профайл на стыке цифровой технологии безопасности, иногда даже юриспруденции. И этих людей, и этих сотрудников надо учить. Что происходит в мире? Наверное, самая значимая деятельность сейчас, которая относительно начала регулироваться, если мы возьмем мир в целом, касательно информационной безопасности, имеет место в Европейском Союзе. Я думаю, что вы помните, что была принята платежная директива. Платежная директива номер два, которая разрешает в Евросоюзе не только банкам, но любым компаниям получать информацию о счете и остатке по счетам клиента в случае, если клиент дает такое согласие. Это было сделано для того, чтобы в рамках развития разных компаний, не обязательно банковских, клиент мог получать любую услугу. При этом банк с его согласия одной из компаний, в которую клиент обратился, мог бы информацию предоставить персонального характера. Возможно, даже с кредитной историей, если это нужно той или иной организации. При этом вторая платежная директива, когда выходила, и она долгое время действовала как теоретический документ, она только с 2018 года вступает в силу, она не содержала в себе элементов информационной защиты. То есть, грубо говоря, было непонятно, как при такой свободе и при разрешении пользоваться данными клиента защищаются его персональные данные. Поэтому 25 мая 2018 года вступает другой документ, который называется General Data Protection Regulation. На самом деле достаточно подробный, достаточно сложный, который прописывает как раз основные правила по защите персональных данных. Я не буду их перечислять, они представлены на экране. В принципе, основное сводится к тому, что клиента нужно очень корректно и правильно информировать о том, как его данные будут использованы, и получить его согласие в явной форме. То есть, не просто он подписал вам 100 бумажек и не понимая согласился, что каким-то образом потом через 5 месяцев его информация будет использована в каких-то других источниках. Но каждая организация, в зависимости от уровня, должна провести определенную работу с клиентом для того, чтобы он осознанно это сделал. Плюс есть большие требования по защите информации на всех уровнях, как на уровнях кредитных организаций, так и на уровнях организаций, просто организаций, которые представляют продукты или услуги. Вводится новая отчетность, которую уведомляют надзорные органы в области защиты персональных данных. Но самое интересное, что произошло, как обычно бывает, хотели как лучше, получилось как всегда. Это получается не только у нас, это получается и в других странах тоже. При выпуске этого регулирования часть положений по информационной безопасности вошли в противоречие с платежной директивой. И теперь Евросоюз, мы часто достаточно с ними общаемся, с коллегами, он не очень понимает, как ему дальше двигаться. Либо часть положений с платежной директивой надо убирать и сильно корректировать, либо чуть упрощать требования в части нового закона, потому что какие-то вещи фактически он закрыл. Те, которые были предусмотрены к разрешению. Коллеги сейчас находятся на пути такого осознания. Я думаю, в 2018 году как раз будет достаточно интересно понаблюдать, каким выводом они придут. Мое личное мнение, что абсолютно точно они будут корректировать и первый, и второй закон, потому что его надо синхронизировать между собой. В противном случае, вряд ли это у них в полной мере заработает. Плюс есть вторая причина, безусловно, кредитные организации и те, кто владеет большими данными о клиенте, не готовы делиться со стартапами или технологическими компаниями, которые могут составить им конкуренцию. Поэтому в том числе вот в этом документе General Data Protection появилось много пунктов, которые ограничивают возможности обслуживания клиентов маленькими и средними компаниями. Интересно будет посмотреть, как они решат этот вопрос. Мы как раз вот внимательно эту ситуацию мониторим. Я думаю, что в следующем году мы уже поймем, какие варианты решений есть по таким проблемам. Почему нам это важно? Потому что, двигаясь в область развития финтеха и действительно предполагая, что мы должны многие вещи не регулировать, а содействовать им, понимая, как это делать правильно защищенными механизмами, нужно уже на стадии законодательных документов, организационных мероприятий или технологических фактически согласовывать достаточно детально, что мы хотим делать вот по этим двум направлениям. В моем понимании это даже не два направления, это, скажем, два элемента успешной реализации цифровых финансов или цифровой экономики. Я имею в виду развитие новых технологий и информационная безопасность, которая должна быть неотъемлемой частью развития этих технологий. Банк России как мегарегулятор еще в 2015 году действительно для себя принял очень серьезное решение. Мы пришли к выводу, что мы хотим не просто наблюдать, надзирать и регулировать финансовую сферу, мы хотим в части действительно новых продуктов и услуг и в части развития конкуренции содействовать рынку там, где мы действительно можем принести ему пользу. А именно, изучая вместе с рынком новые платформы и новые технологии, не запрещать что-то, не понимая, а сначала разобраться, сделать совместно с участниками рынка выводы, дальше прописывать, если это нужно, в нормативном регулировании те или иные новые задачи или новые тренды, которые действительно принесут пользу и клиентам, и участникам финансового рынка. Мы сделали стратегию, она называется «Основные направления деятельности Банка России в сфере финансовых технологий». Буквально на прошлой неделе я ее анонсировала, мы делали большую презентацию. Этот материал и эта стратегия, коллеги, есть на нашем сайте, она есть вместе с дорожной картой, поэтому, если вам интересно, вы можете более детально с ней ознакомиться. Какие семь основных направлений мы для себя определили? Правовое регулирование. Действительно, при том, что по факту мы уже с вами живем в цифровом мире, есть масса понятий, определений, которые у нас с вами отсутствуют на уровне закона. У нас законодательно нет пока таких понятий, как смарт-контракты, распределенные реестры, валидация, майнинг и так далее. То есть, для того, чтобы иметь возможность проводить эти операции и запускать их в промышленную эксплуатацию, как минимум, нужно понять на нормативном уровне, что это значит и как эти термины и определения могут использоваться в защиту наших клиентов и наших инвесторов. Вот первый шаг мы сейчас делаем с Минфином и с Минэкономразвития, который направлен на то, что мы, систематизируя новые понятия, даем им определение. Закон называется «Закон о цифровых активах». Он пока проходит обсуждение. Там есть несколько разногласий, но, в принципе, по основным понятиям и по основным определениям мы пришли к общему пониманию. И я думаю, что в первом квартале он выйдет на общественное обсуждение. Но помимо закона о цифровых активах есть масса других нормативных актов, причем не только Банка России, но и других министерств и ведомств, которые необходимо сильно изменить, а иногда просто написать какие-то новые нормативные документы. которые бы позволили развиваться технологиям. Сейчас очень много стоит блокировок, несостыковок, вплоть до того, что когда уже понятно, что можно при каких-то операциях и при каких-то продуктах пользоваться только электронными документами, все равно есть требования все это получать на бумажном носителе, ставить печати и так далее. То есть это становится уже таким каменным веком, который мешает и нашей стране, и на самом деле нам с вами. Второе основное направление это развитие цифровых технологий на финансовом рынке. Мы в 2016 году создали ассоциацию Финтех. Мы ее создали с участниками рынка, поскольку мы понимаем, что в существующей парадигме развития в целом в мире и в части цифры в том числе уже отдельных участников, которые что-то пытаются решить и пытаются в чем-то выиграть, такая картина на самом деле невозможна. То есть регуляторы и участники финрынка в части цифры должны больше сотрудничать и содействовать друг другу, нежели устанавливать какие-то правила и потом думать, как эти правила исправлять, если они не работают. Поэтому на площадке ассоциации по финансовым технологиям мы вначале обсуждаем основные технологии, основные проекты, или платформы. Мы вырабатываем какие-то общие концептуальные подходы, которые устраивают и регулятор, и рынок. Далее мы определяем уже мероприятия, которые совместно хотели бы реализовать. Что важно сказать? Буквально тоже на прошлой неделе мы договорились, что с точки зрения цифровой экономики, вы знаете, есть такой документ, утвержденный президентом. Так вот, в рамках цифровой экономики все, что касается цифровых технологий в финансовой сфере, мы будем обсуждать именно на площадке ассоциации по финтеху, потому что там действительно участники, которые обладают профессиональными навыками, оценки предложений, которые создаются в рамках цифры, и выработки конкретных планов мероприятий по их реализации. Переход на электронное взаимодействие между Банком России, органами государственной власти и участниками финрынка. Действительно затронула эту тему, но если говорить о Банке России, участниках финрынка, то выглядит это совсем не радостно на данный момент, потому что при огромном количестве данных, информации, которые мы имеем как регулятор, мы продолжаем нагружать финансовую сферу запросами в бумажном виде, неважно, чего это касается, отчетов, представления каких-то особых таблиц и так далее, или данных. И, конечно, в данном направлении у нас огромная область для кардинальных изменений. Мы предполагаем, что мы за три года полностью переведем свое общение с участниками финрынка на электронные документы оборот. Мы запустили личные кабинеты, они были технологически запущены в конце прошлого года, а в этом году вышли нормативные документы, разрешающие банкам передавать информацию в электронном виде. Но основная даже идея не только в передаче информации или отчетов. Основная идея в том числе состоит в том, что единожды, получив данные от банка, не запрашивать его еще раз о том же самом. То есть эти данные использовать путем применения инструментов управления большими данными и машин ленинга в своей деятельности для того, чтобы самим делать аналитические отчеты, самим делать необходимые нам справки, не перекладывать этой сдержки на участников рынка. Четвертое направление это создание регулятивной песочницы. Мы посмотрели несколько международных опытов, они отличаются друг от друга. Могу сказать так, что, например, Сингапур пошел по пути, регулятор в Сингапуре пошел по пути создания песочницы именно для проведения тестовых испытаний с пониманием, как потом это реализовать в реальной жизни. С некоторыми примерами на очень ограниченном реальном секторе протестировать какие-то проекты. Банк Англии применяет две формы. Банк Англии применяет форму тестирования как таковую. В случае, если в результате тестирования не удается понять, насколько технология удачна и какое влияние на рынок, разрешаются эксперименты также в реальном секторе при определенных очень жестких условиях. В Швейцарии регулятивная песочница работает исключительно на реальном секторе. Выделена определенная зона, где есть специальные условия правовые, не только с точки зрения финансового рынка, но и других рынков, которые позволяют оттестировать технологию вживую, после этого принять решение о ее полномасштабном внедрении. Мы решили двигаться двумя этапами. На первом этапе, создавая песочницу, которая заработает во втором квартале, мы хотим пока установить правила, условия и критерии отбора для проектов, для того, чтобы их все-таки тестировать в тестовой среде, пока без влияния на реальных потребителей. Почему? И нам, и участникам рынка, и многим министерствам, ведомствам вообще надо понять, как этот механизм будет работать и, честно говоря, его отпилотировать. Потому что здесь не только Банк России и, например, какой-то банк. Здесь может быть Банк России, здесь может быть участник рынка в виде банка, финтех-компания, кто-то из ФАИВ, например, Минкомсвязь. И нам нужно понять, как при таком количестве участников мы построим работу, чтобы действительно можно было посмотреть всю цепочку. Понять, как на уровне тестов организовать тестирование, чтобы проследить и получить эффект на рынок. Это очень сложная задача. При этом оценить со стороны Центрального банка и других министерств и ведомств те изменения, которые мы должны делать в нормативных документах, если это потребуется. Поэтому первый этап это действительно тестовая регулятивная площадка. Она будет организована на базе Банка России в Москве. Второй этап, я думаю, что реально мы подойдем к нему в следующем году. Если первый этап пройдет успешно и мы отработаем все механизмы, это запуск проектов в реальном секторе, но в крайне ограниченном периметре. Но для этого нужно внести много изменений в законы. Не в один, а в большое количество. Поэтому то, что мы будем делать как раз за этот год параллельно с запуском первого этапа по тестированию, это давать предложение по изменению нормативной базы для запуска второго этапа. Взаимодействие в рамках ЕАЭС. Вот тема, которая фактически на всех конференциях и семинарах занимает очень много времени, обсуждения, вопросы. Пока, к сожалению, мы все с вами знаем, что на уровне ЕАЭС нам не удалось с вами создать каких-то прогрессивных, единых решений. Это связано со многими причинами, объективными, субъективными, но одна из причин состоит в том, что имея старые легоси-системы, имея старые платформы, очень сложно интегрироваться с существующим IT-ландшафтом, который существует, например, на уровне регуляторов или на уровне Министерств по экономическому развитию. К чему мы приходим? И приходим не только мы, как Россия, но и другие страны, которые входят в ЕАЭС. Мы понимаем, что когда мы говорим о каких-то решениях, которые могут использовать, могут использоваться в целом в сообществе, то, конечно, нужно смотреть уже, какие новые технологии к этому применимы. Пример. Если мы договоримся о том, что мы создаем единое платежное пространство и систему передачи сообщений на уровне ЕАЭС, абсолютно точно нужно смотреть на технологии распределенных реестров и другие новые онлайн-процессинговые технологии, которые можно для этого использовать. Мы в этом направлении с регуляторами ЕАЭС выработали определенный план действий. У нас есть на 2018 год цель договориться все-таки по каким направлениям мы новые платформы хотим создавать и какие технологии для этого применимы. И в 2019 году возможно уже прийти к какой-то дорожной карте, какие решения могут быть в обозримом будущем совместными усилиями созданы. Шестое направление это обеспечение безопасности и устойчивости. Как я сказала ранее для нас безопасность и киберустойчивость она пронизывает все направления даже правовое потому что в части правового поля нам тоже нужно очень многие вещи определить и посмотреть на них по-новому. Но мы специально выделили это в отдельное направление для себя поскольку мы огромное количество усилий сейчас направляем в эту область и наша зона постоянного внимания это именно мониторинг и развитие своей собственной системы безопасности как для внутренних целей так и взаимодействия с участниками рынка и вторая цель как я сказала это выработка совместных решений с участниками рынка и развитие кадров в сфере финансовых технологий. Мы как Банк России решили, что ждать чуда бесполезно поэтому мы участвуем в нескольких образовательных программах с университетами и вузами которые в принципе будут выращивать новый профайл это именно на стыке технологии безопасности и бизнеса. Несколько есть университетов которые хотят открыть эти программы буквально на днях мы разговаривали со школой талантов Сириус это в Сочи по созданию там своих площадок которые не только бы занимались обучением но и возможно какие-то инновационные технологии тестировали в ограниченном периметре вместе со студентами и талантливыми детьми. В этом направлении есть только один путь это делает самим потому что никто не придет никто хорошие кадры нам за руку не приведет и действительно чем быстрее мы будем вкладываться как государство в развитии кадров в этой отрасли тем быстрее мы получим отдачу. Я думаю многие из вас коллеги видели уже этот слайд в том или ином виде скорее всего вот ровно в этом я на самом деле хочу остановиться всего на трех вещах когда мы будем его обсуждать. мы как регулятор понимаем что на уровне государства возможно синергия по многим аспектам и создание инфраструктуры национального масштаба абсолютно не заменяя коммерческие инфраструктуры и коммерческие маркетплейсы а именно национального масштаба которое всем участникам рынка было бы интересно при этом идея таких национальных платформ состоит в том что используя уже практически имеющие ресурсы или имеющиеся данные вы применяя новые технологии можете дать широкому кругу участников рынка либо новый сервис либо новую услугу либо новую возможность предлагать продукты услугу своему клиенту финансовый маркетплейс и платформа регистрации финансовых сделок это те две платформы которые мы сейчас обсуждаем с рынком они направлены на создание службы единого окна когда мы с вами как клиент обращаясь на определенный портал вне зависимости от того какой банк предлагает продукт и услугу выбираем по своим параметрам то что нам подходит сейчас фактически вы должны войти в портал каждого банка или точно знать куда вам нужно прийти что безусловно отнимает у вас время и иногда не дает полной картины это больше такая подсказка нам как потребителю вот есть такие-то финансовые продукты услуги выбирайте дальше вы идете в тот банк который вам наиболее подошел исходя из ваших задач и требований платформа для регистрации финансовых сделок предполагает собой создание некоего личного кабинета для клиента где будет информация о его сделках как прошедших так и имеющихся в настоящее время очень часто люди сами не помнят или там не знают до конца какое количество карт у них открыто там какие счета даже если там с нулевыми остатками где у них остались и в принципе мы считаем что вот такая подсказка или такая услуга в одном месте получить всю информацию о тебе если ты хотел бы ее получить она была бы крайне полезна обращу внимание коллеги что это все будет исключительно согласие клиента речи не идет о том что это должно быть какое-то обязательное условие или какое-то обязательное требование если я как клиент или каждый из вас сидящих хочет воспользоваться этим сервисом и дал в свое время согласие на размещение информации в этот сервис вы им воспользуетесь если вы говорите нет не хотим и согласия такого не давали значит естественно такой информации о вас не будет и это право ваше таким сервисом не пользоваться и не создавать его для себя путем направления информации о вашей финансовой деятельности форма быстрых платежей ну на самом деле я считаю что мы здесь уже опаздываем сильно потому что наиболее развитые страны и мировой опыт показывает насколько быстро вот эта инфраструктура становится востребованной как на уровне клиентов так и на уровне банков здесь также предполагается именно создание инфраструктурного решения то есть возможность любому клиенту вне зависимости от того где у него есть счет перевести деньги либо по телефону либо по имейлу либо там есть еще ряд простых реквизитов которые он может задействовать при этом банки будут предлагать эту услугу через свои порталы и банки будут подключены к этой инфраструктуре тарификация пока на наш взгляд должна осуществляться самими банками потому что еще раз мы создаем новые возможности как регулятор способствуем этому но банки сами определяют свою клиентскую политику но мы как клиенты должны иметь возможность с вами уже в онлайне переводить средства и получать средства и карточка для этого как один из инструментов но точно на данный момент не единственный про национальную систему платежных карт коллеги скажу буквально одно слово коллеги я думаю из НСПК либо выступали либо будут выступать здесь мы больше видим на самом деле действительно развитие новых инновационных услуг и возможность предоставления клиентам широкого спектра нефинансовых сервисов через программу лояльности ее только запускаем в этом году это когда мы с вами как клиенты можем по карточке получать кэшбэки в реальном выражении то есть в реальных деньгах не в баллах и мы считаем что за 18-19 год с подключением всех участников как торговых партнеров так и банков мы должны эту систему вывести на качественно новый уровень по системе передачи финансовых сообщений скажу два слова идея в настоящее время стоит в том чтобы уже на уровне EAS посмотреть как я сказала возможность создания новой платформы по передаче сообщений между странами с использованием новых технологий мы смотрим мы смотрим порядка трех-четырех технологий и честно говоря смотрим еще свою технологию которую разработали на площадке AFT это мастер-чейн это сильно переработанная сильно переработанная версия за основу был взят Ethereum но при этом мы там решили несколько задач которые у Ethereum не решены и одна из задач это повышение производительности вторая это встраивание именно российской криптографии в эту систему сейчас с коллегами из ФСБ хотим посмотреть все ли их устраивает потому что это такая хорошая российская разработка которая может использоваться для многих внутренних проектов внутри России единая система идентификации с биометрической платформой в прошлом году я выступая в этом зале говорила как раз о том что у нас есть серьезное намерение это сделать и мы разрабатывали законопроект на данный момент закон принят он принят и подписан президентом был буквально в начале этого года перед нами с большим количеством участников стоит очень сложная задача нам нужно решить две параллельные вещи первое нам нужно нормативно определить все детали как эти платформы будут работать второе нам нужно создать приложение которое можно закачивать на смартфон через который клиент мог бы входить на сайт банка и проводить удаленную идентификацию у вас будет отдельная тема Артем по-моему у вас по удаленной будет отдельная тема да отдельная сессия я думаю что вы там зададите детально все вопросы тут еще присутствуют коллеги из Ростелекома которые являются техническим оператором этой системы запуститься мы должны с июля этого года в принципе осталось порядка четырех с половиной месяцев работа идет очень активно я знаю что мы по дорожным картам находимся в графике но действительно задача сделать сервис удобный для клиента то есть можно конечно запуская платформу придумать такие механизмы информационной безопасности что будет очень безопасно но работать будет невозможно но нам здесь нужно как раз решить задачу как сделать интерфейс юзерфрендли для клиента и удобным при этом с всеми элементами безопасности по защите его данных и по передаче данных в эти системы квазной идентификатор клиента такая долгая тема вот мне кажется мы точно ее лет пять обсуждаем вот здесь мы пока двигаемся на мой взгляд очень медленно такие две основные идеи боролись между собой сейчас одна из них побеждает жизнь покажет насколько она правильная идеи были следующие первая идея создать уникальный идентификатор может быть это электронный паспорт может быть это что-то новое но уникальный идентификатор которому будут привязаны все остальные идентификаторы которые существуют у нас с вами по физлицу в первую очередь я сейчас говорю здесь о физических лицах после анализа большого количества проблем с которыми мы бы столкнулись и большого количества изменений которые нам нужно было бы сделать на данный момент рабочей является вторая идея это имеющиеся идентификаторы которые у нас с вами есть это снилс паспорт другие какие-то официальные документы связать технологическим идентификатором внутри то есть клиент не будет его видеть не будет его знать но на уровне систем вне зависимости от того с каким официальным документом вы пришли в финансовую организацию или в организацию оказывающую госуслуги ваш профайл то есть информация о вас опять же в согласии ранее данного вами она становится доступным оператору который вас обслуживает касательно этой второй идеи мы сейчас находимся в обсуждении очень детальным с Минэкономразвития и Минкомсвязи мне кажется она здравой и рабочей и я надеюсь что мы договоримся в этом году уже по конкретным шагам как это делать что это нам даст безусловно это экономит нам как клиентам огромное количество времени потому что вам не надо каждый раз заполнять опять все анкеты о себе от фамилий и имя отчества и там заканчивая дальними родственниками второе источники госорганов уже владеют информацией о вас которую вы ранее дали и на самом деле вы подписали что вы согласны эту информацию передать которая позволяет собирая информацию в одном профайле о вас быстро дать возможность той или иной организации принять решение например по выдаче кредита или по продлении страховки или по представлении какого-то государственного сервиса то есть с точки зрения удобства этот инструмент как раз является одним из составных элементов вот этих платформенных решений которые на наш взгляд нужно решать достаточно быстро и при запуске единой биометрической платформы он тоже мог бы помочь с точки зрения предоставления более широкого сервиса в удаленном виде или дистанционно всем нам форма для облачных сервисов пока это лежит как задача потому что мы столкнулись тоже с двумя нет с тремя даже с тремя идеями которые пришли с рынка первая идея была следующая и может быть вы часто ее слышали у Аксакова потому что он считает что когда мы говорим о платформе облачных сервисов то в первую очередь нужно делать некое отдельное юрлицо которое бы занималось развитием информационной безопасности создавало готовые продукты и участники финансового рынка в основном это малые средние банки покупали бы эти готовые продукты это первая идея вторая идея она шире она родилась после общения с банками непосредственно поскольку банки сказали окей вы нам даете допустим готовые решения по информационной безопасности но мы-то имеем свой ландшафт мы имеем свои приложения мы имеем свою инфраструктуру и на самом деле наиболее дорогостоящая вещь это вложение в инфраструктуру изменения в инфраструктуру с учетом необходимых изменений безопасности а можете ли вы рассмотреть вопрос некого аутсорсинга и это должна быть не одна компания безусловно а несколько чтобы была конкуренция чтобы вы представляли нам услуги именно под содом с встроенными элементами безопасности это вторая идея которая больше была предложена рынком и третья идея это полный аутсорсинг айти включая айти разработку когда участник финрынка не имеет фактически своей службы он является только постановщиком задач и есть компании которые делают полный цикл мое личное мнение что скорее всего наиболее приемлемым и эффективным является второй вариант хотя и первый может быть даст какой-то эффект но пока рынок обсуждает первый и второй вариант то есть либо аутсорсинг именно продуктов информ безопасности либо аутсорсинг инфраструктурный со встроенными туда элементами вполне вероятно что возможно комбинация и мне кажется это было бы хорошо для рынка если бы это удалось сделать правда пока нет ни одной компании которые бы вышли и сказали вы знаете мы поняли мы хотим мы сделаем потому что реально это требует больших вложений это требует понимания как рынок работает а самое главное требует гибкости в изменениях при любом изменении в нормативных документах я знаю что несколько компаний к этой теме подходят ее осмысливают с точки зрения сколько им нужно вложить и как это будет работать но как тему мы ее для себя оставляем потому что с точки зрения небольших игроков действительно вложение в IT и создание полного цикла становится очень дорогим и в принципе я думаю что для рынка такая услуга будет востребована форма на основе технологии распределенных реестров это вот то что я сказала о мастер-чейн как нашей российской разработке мы сейчас мастер-чейн запустили для трех проектов это банковская сфера это электронные закладные это электронные аккредитивы и гарантия в этом году вышел уже закон который определяет что электронные закладные могут работать с июля этого года мы как раз хотим в связи с тем что уже есть нормы юридически разрешающие это делать запуститься на нескольких банках в реальном секторе с июля этого года аккредитивы и гарантии это проекты которые мы на реальном секторе попробуем в следующем году коллеги это вот такая выдержка из трех основных направлений цифровой экономики их там всего пять но для нас с вами наиболее интересны и наиболее важны вот эти три то есть что положено сейчас в цифровую экономику и почему я сказала что наша стратегия по финтеху и действия которые мы делаем на площадке ассоциации по финтеху коррелируются и синхронизируются с тем что делается в цифровой экономике из пяти направлений три являются наиболее важными с точки зрения развития это нормативное регулирование это информационная безопасность и информационная инфраструктура при этом я хочу сказать вы знаете впервые в нашей стране сделана попытка когда мы не кросс-секторально даже не так когда мы не по отдельным секторам деятельности выстраиваем какие-то планы да а когда мы хотим кросс-секторально посмотреть на области которые имеют преимущества и которые важны для всех отраслей и которые могут быть применимы или взаимоприменимы даже в разных отраслях например уже совершенно понятно что то что касается новых технологий у нас абсолютно точно есть большие области пересечения с минкомсвязью в хорошем смысле слова то есть нам нужно вместе садиться и понимать как будут работать те или иные технологические элементы поэтому в начале этого пути честно говоря это было такое очень сложное мероприятие потому что каждая отрасль спорила о себе за себя и пыталась как бы продвинуть исключительно свои такие специализированные идеи сейчас мы находимся на этапе когда действительно смежные команды и команды из разных представителей министерств и ведомств бизнеса стали учиться и у них стало получаться договариваться более продвинутое сейчас направление это нормативное регулирование есть уже утвержденный план какие документы и в какие сроки должны быть приняты информационная инфраструктура и информационная безопасность находятся в стадии обсуждения и выработки планов там большие на самом деле задачи начиная от подходов к большим данным в целом в стране и к каким-то большим источникам кто им обладает до действительно определения стандартов по информзащите в части персональных данных я думаю что при том что действительно сложно скрестить интересы всех и вся выработать единые планы а самое главное их выполнить абсолютно реально единственное что мы хотим избежать и наша задача в том числе состоит в том чтобы там не появились планы или мероприятия которые а никому не нужны б нереальны к исполнению вот это то на чем точно совершенно банк россии в части финансового рынка работает и нам пока удается это делать в части основных мероприятий которые уже положены в информационную безопасность это нормативное регулирование это определение перечня необходимых стандартов обработки массивов больших данных поскольку действительно мы все либо ушли либо уходим в эту область очень активно непонятно чем нам руководствоваться какими стандартами по информбезопасности это мониторинг и притащение рисков применения именно новых технологий в основном это связано с идентификацией а в частности с биометрией потому что существует огромное количество биометрических технологий вопрос какие из них и в сочетании какой технологии с какой мы достигаем наибольшего эффекта чтобы действительно гарантировать что мы идентифицировали правильное лицо и мы не ошиблись представляя ему кредит или решая какие-то другие финансовые вопросы и безусловно одна из задач это все-таки стимулировать свой рынок по созданию российских решений и мне кажется что в этой области у нас достаточно большие заделы то есть мы можем здесь быть на уровне других стран и конкурировать с ними если мы предметно будем заниматься областью развития стимулирования и поддержания своей российской продукции но самое главное чтобы эта российская продукция действительно выходила конкурентоспособной и с ценой которая приемлема для рынка потому что очень часто бывают перекосы вы о них знаете когда просто есть требования внедрить то что не работает и в 10 раз дороже по сравнению с аналогами вот это плохой путь на мой взгляд он нас приведет ни к чему просто поэтому основная задача в рамках этого мероприятия это делать конкурентоспособную продукцию чтобы еще можно было ее выводить и на международный рынок коллеги это все что я хотела вам сегодня сказать о чем поделиться спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр